всем огромный привет всем доброе утро у нас сейчас 9 утра наташа полегчало как вы видите меня тут забыла ответить на комментарии почему лес не осенний ну как же не осенний листики валяются просто видимо из-за того что у вас тут сосны до елки в основном наверно так и кажется осень куда-то забрели сейчас пройдем я как всегда с моими подругами до подруги мы пойдемте туда правильно вот мы решили с утра я не скажу что я совсем себя хорошо чувствую но нормально пойдет мы с девчонками решили 7 с утра гонять точнее я решила желать собой загребали но что там уходим уже полчаса и ничего нет ну смысле горькушки староежки я уже не собирала ну как их тоже немного очень немного вот и и больше ничего нет я думала хоть парочку беленьких соберу но нет на суда на на как это на нет и суда нет да как то так в общем в общем вот такая вот история пойдем сейчас девчонками уже домой думаю все равно это погулять с девчонками нужно а так я на машине села до леска до этого доехала и себе полезно и девчули у меня нагулялись они хотела без поводков он и не делал джунсенька он бона с красной шлейкой они все равно же ну гулять хотят все равно гулять иду так без поводков им прикольней джунси не уходи никуда от меня так что так что вот так вот девочки но на самом деле на улице на сейчас холодно где-то наверно 11 градусов было 10 сейчас 11 вот поэтому для грибов конечно не летная погода но ничего сколько на собираем я так знаете как это с миру по нитке да вот наверное у меня также получается в итоге в итоге и мы собрала чуть-чуть я еще там еще снова подсушила когда ходила гулять с собаками тоже еще под березовики находила так нет туда не прыгать и джунси и туда не идем иди сюда они еще в лесу у меня собаки боятся меня потерять и они все время рядом со мной и я если крик верну крикну там джунси бона они сразу же бегут вот просто если мы идем там по улице они уже знают эту улицу они так не делают а в лесу друг мама оставит и убежит да вот так девочки нам надо как-то туда пойти чем гуляем и все-таки мы нашли хорошенький грибок вот такой это подосиновик смотрите какой хороший до девочки вот такой вот маленький хорошенький даджусь хорошенькая хорошенькая да он девчонки уже устали домой пошли к машине да мы уже выходим из леса сейчас я тут немножко пройду тут должны быть горькушки на лес выглядит зеленым да еще как будто нет осени но там чуть пожелтела а тогда осени пока нет вот ничего я один благородный грибок только нашла вот и и что еще это не лужу купаются у меня тут вот и больше ничего не нашла ну как сырояшки горькушки еще пособирала подалька ну и на этом все сейчас пойдем с девочками они в канаве накупались красота красотки вот так что так что все хорошо в общем грязнули а где бона бона а вон она прикидка представляете сварить идет там он машина моя стоит пошла надоела мать и бона как тебе не стыдно царите ушла ой да джузька на хоть со мной любит бегать а это пошла такая типа ничего не знаю мать поехали но все равно часик погуляли мы тут тоже хорошо джузька то вообще она обожает лес она видите как реально лисичка везде везде что-то рыскает 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 а бона бона послала меня одним словом девочки дома покажу что нашла там еще масле масленка нашла я так что поехали мы уже то бона там надо было и ключи дать чтоб сама открыла и сама зашла да ой смех да и только ну что приехали мы домой все тут а тут а все бона вообще мне кажется ею подбесила боя тебя подбесила скажи пожалуйста смотрите грязная а я ее подоптерла немножко но смотрю что толку мало только размазала но мне и не запихнуть в ванну она слишком тяжелая да басяня вообще подошла к машине такая села и сидит типа поехали все хорош она кстати у меня в лесу не так сильно любит гулять как джуси она больше любит гулять у меня вот здесь вот по поселку найти общаться с другими но не то чтобы она общается с другими собаками но так немножко но вот по поселку она с удовольствием гуляет а в лесу видать видать не очень почему в лесу же хорошо бегай-бегай себе да джучка дома хорошим до сладкий и этот тоже сидит где вы были вообще непонятно да так ну что давайте покажу улов вообще смешно да ну знаете как это с миру с миру по нитке да а дальше вот я забыла как-то пословица звучит с миру по нитке что там дальше в общем я все вывалила я короче там все нашла вот такие маленькие маслята это маслята вот они в общем вот такие вот маслята вот у меня еще такой большой масленок видите вот значит здесь у меня один подберезовик нашла один красненький подосиновичек он же красненький ну и сыроежки горькушки здесь в основном вот в общем что хочу сказать с миру по нитке еще раз повторюсь да в общем ладно разберусь сейчас немножко грибы все видите такое ощущение что обиделась на меня было что случилось бон бона что случилось у тебя что такая несчастная она хотела по поселку погулять а мама ее в лес отвезла солнышко у нас такое хорошо и этот к ней все время пристает он все время к ней пристает вон и тебя обижают да что такое несчастная не знаю что что-нибудь болит бон очка вот так вот вы зарите на нее я люблю тебя бон очка вот такая вредная женщина вот такая она кстати вот вот она кто мне пишет там бон очка у вас такая хорошая она вредная она вредная ворчуня ужас вот такая вот у меня картина маслом да на самом деле вот эта троица больше всего между собой общается бон это не в восторге просто деться особо некуда так в основном они чаще всего и на кухне со мной трое вот эти какие-то птичку наверно увидел какой-то так съездила сейчас забрала своих мальчишек со школы и зашла фикс прайс давайте покажу что там купила купила вот такие полотенца вообще я обычно в этом в ленте покупаем но многие говорили что вот эти вот очень хорошие вот этой марки пила туалетную бумагу я везде где бываю везде по ее покупаю вот купила для кухни вот такие губки для сильных загрязнений ну для уборки в общем только для кухни для уборки в целом также купила два вот таких маленьких контейнера это я своим мальчишкам школу давать на бывает а может быть тот же виноградик там положить или там не знаю орешки до отдельно вот такой вот маленький контейнер на перекус одному и второму вот так что я думаю будет отлично так зубные щетки купила нам с мужем мальчишкам и вот такие два ополаскивателя детский 11 я так понимаю взрослый не знаю попробуем также я все время там беру мочалки взяла себе вот такую мальчишками недавно покупала до себе на замену и вот такие вот тетрадочки это я мальчишкам они меня любят всякую всякую ерунду там рисовать там еще что-то я им часто покупаю вот подобные только здесь не клетка вот такие точки но на каждой страничке почти на каждой видите вот такая надпись я думаю что им понравится вот не думаю уверенно два одинаковых чтобы не передрались вот и себе вот такой вот такой записную книжечку тоже она вот такая мне всегда пригождается такой цвет было написано блокнот русалка видите какая красота так это тоже мальчишкам своим я купила вот такие конфетки это жевательные с начинкой я думаю что им понравится вот и почему я поехала фикс прайс смотрела тут ну когда все плохо чувствовала лежала смотрела видео девчонок там спикс прайс разных и там всей вазочки такие осенние столько осеннего декора и свечки и кружки ничего там только нет и тыковки какие-то там это все что я нашла в своем фикс прайс и ужас взяла две вот такие веточки я не знаю что из них сделаю придумаю вот вот такие тоже листочки еще была гирлянда вот с такими же листочками и стыковками но я решила просто листочки не на куда-нибудь применю них вообще нужно наверное будет как-то разгладить потому что видите они какие и вот такой вот одну маленькую композицию вот это я наверно кухню себе поставлю такую стыковка мне понравилось такая здесь что это по-другому было когда брала это было как-то вот так вот была завернута в общем симпатичная единственное что тоже надо в какой-то кашпо красивенькая найти хотела тоже там фикс прайсе найти какой-нибудь кашпо ничего не нашла так она симпатичная кстати композиция мне понравилось вот это все мои покупки фикс прайс я не знаю мне многие пишут ой тарелки есть ой кружки есть ой и то есть у меня нет ничего фикс прайс но ты например из осеннего декора вот реально вот это вот это вот это и гирлянда все больше ничего нет ни свечек никаких вообще ничего интересного так что такие были у меня покупки из фикс прайса еще хочу вам показать мои мужчины ездили на рыбалку и покажу что они принесли мне без поганок конечно не обошлось две горькушки а вот это черные это поганки здесь они мне принесли один белый и остальное все тут маховик и маслята вот немножко пособирали даже принесли мне чуть-чуть черники поесть потому что сказали что черника очень вкусная она на самом деле вкусная она такая переспилая и получается такая прям сладкая-сладкая в общем видите потихонечку грибы у меня собирается общение мне ездят на рыбалку я просто как-то не говорю в этом об этом видео или не показываю не знаю почему так получается и смотрите что они мне привезли работу чистить все это вот такую вот большую форель мы взвесили на кило четыреста карпа и три форелины получается остальные они там маленькие эту большую кстати поймал у меня вот это вот мой старший сынок вот так вот все остальное папа вот но младший просто с ними за компанию ездит он не очень любит ловить рыбу но с ними за компанию там находится в общем буду сейчас чистить хочу запечь сразу же одного ну вот карпа и маленькую форельку ездили они куда-то у меня в районе ладожского озера я не поняла куда в общем они там какие-то дебри куда-то там забрались и рыбаков сейчас у нас много в ленинградской области как они сказали в принципе как как грибников вот но в общем вот такой вот классный улов у моих мужчин буду запекать рыбку остальную я почищу и заморожу кстати мои коты не едят рыбу в сыром виде представляете я вот эти головы и все то что чищу я отдаю соседским котам они с удовольствием едят а мои видители слишком благородные для такого видите пришел посмотреть леофан что тут кто тут принес вот рыбу он тоже понюхал сурую но есть ее все-таки не стал в общем вот такие вот у меня молодцы мальчишки не всегда у них конечно такой улов получается тут прям умнички прям хороший денек видать у них было в общем буду сейчас все это чистить вот ну и запекла я вот одну форелинку добавляю сюда вот лимонный перец у меня сахер бы еще осталось потом закажу какой-нибудь другой и мой любимый карп карп у меня муж не ест ем его только я его обожаю мне нравится именно его вот запах такой я не знаю почему но в общем супер но он будет есть у меня форель а я буду есть карпа вот так вот смотрите какой мне этот бандит пытается достать я им давала понюхать сырую рыбу даже дала кусочек он не стал а вот запеченную то есть он есть с удовольствием но я много не дает даю немножко там пару кусочков собаки мне не очень рыбу кстати любит бона раньше любила сейчас как-то перестала ну в сыром виде так вообще никто не ест и я имею ввиду запеченным ну и давайте закончу я сегодняшнее видео распаковкой посылочки которые я получила с сайта фарма косметика такая достаточно большая коробка ко мне пришла вот заказываю я до пункта выдачи потому что доставка ко мне не приходят они считают что я слишком далеко живу чтобы ко мне ездить ну и ладно заканчиваю я заказываю до пункта выдачи принципе приходится достаточно вовремя и быстро но максимум пять дней это максимум обычно там я заказываю буквально через три дня у меня уже посылка приходит но я живу на живу в городе санкт-петербурге кто не так чувствую я себя уже намного лучше девочки всем спасибо но я если честно вообще забыла о том что есть к вид что он все еще есть я вообще про него забыла но я думаю что все таки я простудилась потому что буквально вот пару дней единственное что сейчас у меня остался насморк такая заложенность носа и ну соответственно я утром кашляю кашлявая сидела то есть это такое ну все таки мне кажется простуд хотя все может быть но чувствую я себя вообще отлично вот такие и заказала я тут кое-что новенькое для себя я уже говорила что я до этого пользовалась краской лореаль мне она очень нравилась единственное что она смывается то есть вот у меня уже есть отросший корни кстати к тому какой цвет у меня волос вот мой цвет волос то есть он сам по себе достаточно темный я крашу буквально там на один на два тона темнее чем у меня есть я вообще крашу черной краской но она у меня с волос смывается выходит моя такая легкая рыжинка и получается вот для меня лично идеальный цвет почему я крашу волосы потому что есть седые волосы и на темных волосах мне кажется это мое личное мнение седые волосы у них немного на их очень видно потому что они меня в основном вот здесь на висках и кстати вот иногда кажется когда у меня волосы отрастает так как у меня на висках здесь вот есть седые волосы кажется что у меня такие залысины а это на самом деле седые волосы я купила себе краску сказала от марки улин кстати и многие из вас мне тоже писали что наташа возьми краску улин она очень хорошая единственное что это пермаментная краска она вроде бы должна быть как это сказать супер стойкой да насколько я понимаю содержит экстракт подсолнечника экстракт шелка вот такая но я попробую мне обычно вот этот тюбик я подкрашиваю корни а потом просто ну как бы расчесываю вытягиваю на всю длину и мне нравится такой эффект вот в общем купила черный цвет там кстати есть и синий черный цвет я одновременно красила таким цветом он дает такой просто ну по крайней мере на моих волосах синего синий синий оттенок не дает а дает такой блеск и такой холодный оттенок но я решила взять чисто черного посмотрим что получится и взяла вот такую балью оксида потому что маленького объема нет но ничего страшного крашусь я на трешке на трехпроцентном наверное если повысить процент оксида то и держаться будет подольше но я крашу строжь трешка мне достаточно взяла от марки аравия кстати покупала все вот это я со скидкой 35 процентов от цены от марки аравия я взяла вот такой крем для тела вот такой вот с коллагеном и мочеви 10 процентов мочевина кстати вот мочевина вот это вот такое название у нее конечно очень хорошо увлажняет смягчает кожу еще здесь содержится коллаген мочевина масло оливы и масло кокоса витамин е вот у меня от марки аравия были крема для рук ну в принципе мне нравится наверное не все удачные продукты тоники до этого я заказывала мне очень понравились ну как и в любой марки есть хорошие продукты есть наверное ночью я постепенно пробую пробую много что вот такая вот большая бодиан ненадолго хватит а там запакованы и чувствуем я открою такой обычный какой-то косметический запаху такой как легкая выглядит не как супер крема как такое легкое молочком я думаю что мне немножко такое кокосом не пахнет каким-то лимончиком что ли даже пахнет но приятно так дальше еще купила от аравии вот такой ремоделирующий сухой скраб для тела с маслом макадамии сладкого миндаля кокоса скромпа кедра абрикосовая косточка тростниковый сахар сто процентов натуральные активные компоненты вот так вот он действительно сухой то есть его нужно наверное смочить с водичкой можно кстати добавлять сюда смешивать какое-то масло и вот этот скраб насколько я помню можно просто на влажную кожу нанести ну в общем попробую тоже потом расскажу и помните я вам как-то показывала что я заказала маску по моему свальберис до свальберис заказала маску для лица от марки это российский бренд марка зейтун наверное или за и там премиум очень не понравилась маска такая маска для красоты увлажняющая я решила взять вот такое органовое масло масляный эликсир для контура глаз разглаз разглаживающий сейда сейда как-то вот так выглядит во-первых баночки конечно вообще огонь маска вот так которая я заказывала ну кто меня смотрит это я помню она вообще супер просто поэтому я по этой марке прошла и на фармакосметики это марка получается дешевле смотрите как у маслица это маслица для области вокруг глаз на тебя нюхом как он пахнет пахнет травой травой какой-то елкой вполне так в общем вот такое маслица для области вокруг глаз тоже обязательно попробую я его буду наносить на ночь не знаю как насчет отеков в общем я все это дело попробую и вот такое вот масло она как двухфазной не видно двухфазная косметическое масло номер шесть лифтинг эффектом выравнивает рельеф и цвет содержит гиалуроновую кислоту нужно тщательно взболтать и нанести до полного впитывания вот такой маслица упаковочек такая знаете восточная очень круто и заказала еще вот такой вот это бальзам для губ увеличивающий объем губ давайте попробуем тоже вот это масло я собираюсь использовать для лица шеи и зоны декольте супер и вот такой вот бальзам бальзамчик так то он выглядит на я ссылочки вам оставлю конечно же он такой мятный такой желтенький как масло какое-то все помады извозь около но визуально губы увеличивает и да такой холодок на губах на общем попробуем главное что не подсушила и еще хочу сказать по поводу подарков меня как-то об этом спрашивали я по моему уже говорила но скажу еще раз фарма косметики не всегда дает подарки иногда дает иногда не дает иногда можно выбрать иногда нельзя выбрать подарки ну скажем так пробнички в этот раз мне пришли крутые подарки я вам сейчас покажу во первых вот это вот средство это по моему для волос но мне не особо она понравилась у меня уже была вот такая штучка с антивозрастным эффектом для блеска глубокой питания эластичности волос несмываемое масло желе утяжеляет волосы склеивает волосы не понравилось вот но мне положили вот эту мою любимую помадку видите написано подарок 842 оттенок девочки я как увидела это вообще она мне пришла в подарок это мой любимый цвет который вам говорила которая дико подсушивает губы но при этом делает очень красивыми вот такая среди очень растеклось немножко маслом он я просто на помаду да вот в общем подарок вот этот вот просто супер мне очень тем более я хотела уже приобрести снова вот эту помадку потому что я ее наношу как бы на контур а поверх какой-нибудь бальзамчик тоже вот этот вот например ты дожидаясь когда она высохнет нанесу немножко бальзамчик так похлопывающим движениями и все еще можно салфеткой промокнуть то есть накрасить промокнуть и тогда не так сильно сушить в общем супер вот такой вот у меня был заказ я все это попробую и наверное расскажу вам как как что понравилось мне или нет но маска вот от этой марки для лица она увлажняющая как бы маска невесты еще ее называют очень понравилось она прям напитывает кожу особенно если вы сделали какой-то пилинг для лица потом нанесли эту маску кожу просто такая разглаженная ровненькая красиво очень классно так что решила попробовать остальные продукты есть еще средства для волос от этой марки но я не пробовала вот пришел пробовать маслица для лица чтобы такой ритуал вечерний делать красивый чтобы быть красоткой вот ну как то так в общем ссылочки я вам оставлю ну и на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео было полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч